Две победы с общим счетом 10-0. Таков итог очередных домашних матчей молодежной хоккейной команды «Стальные лисы». За шесть периодов магнитогорцы позволили аутсайдеру Восточной конференции «Кузнецким медведям» совершить всего 20 бросков, а сами нанесли 85 и уверенно вернулись в зону плей-офф. О голевом празднике расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. 14-0 по броскам. С таким уникальным результатом завершился стартовый период первого матча. Хозяева не дали сопернику организовать ни одного опасного момента, а два своих воплотили в заброшенные шайбы. Сначала Андрей Мазякин, проводивший в этот вечер 150-ю игру в МХЛ, удачно подставил клюшку после броска Егора Мартынова и открыл счет. Затем уже сам Мартынов великолепно сыграл на паузе и эффектно пробил вратаря. В следующем отрезке магнитогорцы довели свое преимущество до разгромного. Третью шайбу в лиге забросил 16-летний защитник Всеволод Комаров, а Егор Мартынов набрал третье очко в матче. Автором следующего гола стал еще один 16-летний игрок, нападающий Роман Канцеров, а Максим Кузнецов и Егор Мошкин в этом розыгрыше оформили ассистентские дубли. Второй шайбой отметился дебютант лиги защитник Кирилл Жуков. Помогли ему партнеры по самой молодой пятерке МХЛ Роман Канцеров и Валентин Жугин. В заключительном периоде самый юный участник встречи Жугин, которому 16 исполнилось только в декабре, совершил классный перехват, убежал один на один, забил гол, который наверняка войдет в хит-парады, и набрал третье очко в матче. А яркую точку после отменного паса Никиты Гребенкина поставил Денис Корохов. 44-8 по броскам и 7-0 на табло. После подобных разгромов повторные игры нередко получаются гораздо более сложными для фаворитов. Спустя сутки хозяева долго раскачивались, а сибиряки действовали гораздо более самоотверженно и строго, чем накануне. Лишь на исходе 25-й минуты после классной передачи Романа Канцерова Валентин Жугин снова убежал один на один и послал шайбу в девятку. В дебюте заключительного отрезка юные нападающие разыграли еще одну красивую комбинацию, и Жугин отметился очередным красивейшим голом в падении, пробив фратаря. Итог встречи после паса Андрея Мазякина броском в пустые ворота подвел Максим Кузнецов. 3-0. Лисы вернули себе место в восьмерке и опережают омских ястребов на 4 очка. Ближайшие игры команда проведет 14 и 15 февраля. Прямую трансляцию первого матча смотрите в нашем эфире в воскресенье в полдень. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.